доброго времени суток мои дорогие друзья с вами как и всегда я дезертир на этот раз я подготовил для вас интересный материальчик что ж я взялся за пасхалки интересные места legacy of the void и первой пасхалкой станет пилон позади артаниса каждый мог задуматься зачем он там стоит и для чего он нужен я таки вам отвечу что это просто обычный светильник правда размером целый пилон далее у нас пойдут танцы как вы знаете если прописать команду слэш танец то ваши юниты начнут беззаботно отплясывают всем отрядом а вот если кликнуть на врага в меню брифинга то вы увидите персональный танец фотосов тиранов зергов колдаримов и даже взял нага правда последние почему-то решили не танцевать далее мы рассмотрим все интересные места и пасхалки из миссий здесь мы можем найти две вот такие статуи золотая более нигде не встречается а серая напоминает мне честно говоря тассадара также если вы помните падающую сбитую материнку то как оказалось она не долетает до места своего падения обидно здесь можно найти вот такую статуи или кости динозавра честно говоря не очень понял что это но что более интересно мы можем найти бункер из сериала лос да именно тот бункер с обратным отсчетом времени до уничтожения на фоне этой карты у нас веселятся кучи викингов а также на какой-то парковке стоит забытая кем-то машина без задней оси как по мне довольно странно смотрится учитывая что находится все это дело в космосе на летающей платформе и более машин здесь не наблюдается здесь нас ждут два внедорожника магикан как вы помните вход с миссией с ультралистками мы могли найти такое авто после его уничтожения к нам выбегал марпех и начинал кричать мол моя машина я только закончил уплачивать кредит уничтожение желтого авто ничего не произойдет но если вы найдете точно такой же внедорожник как и в прошлый раз то после его уничтожения к нам опять таки выбежит этот марин моя машина ну почему со мной всегда так происходит как оказалось на гласиусе помимо координат чистильщиков мы можем найти две акулы беззаботно плавающие в воде можно сказать что это просто живность но как правило все юниты включая животных кликабельны а эти нет в этой миссии blizzard решили особо не париться и не стали дорисовывать карту в этот угол вам просто не долететь зато можно посмотреть на красивый разлом здесь можно найти некое пояснение о всем сюжете игры что-то в принципе логично учитывая всю суть этой миссии нам покажет вот такой интересный проект системы где мы видим три планеты каждая соответственно существует своей расе зерги протаса и зелнага конце мы видим общую днк разделяющуюся опять-таки по этим планетам на индионе помимо старых друзей колоссов мы найдем доказательства что это была не первая попытка открыть и брос а также найдем с вами эваков и звездных войн как по мне именно на них они больше всего похожи эти веселые ребята разобрали маринов на части теперь веселятся используя как музыкальные инструменты прямо таких коррор какой-то но это не все те кто смотрели последний фильм парк юрского периода знают о индомиосе рекс он является генетически усовершенствованным видом динозавра его можно тоже найти на этой планете также конечно можно убить правда ничего не произойдет на этой миссии мы можем увидеть модифицированный освободитель правда противник почему-то не пускает его против нас вход но и это не все ибо здесь же в космосе недалеко парит дворский хеликоптер хотя я могу ошибаться его принадлежность именно к двор на этой миссии мы можем увидеть отсылку к бессмертному джо из фильма безумный макс после его убийства тоже ничего не происходит темистия ракшир может отсылаться на фильм 300 спартанцев и знаменитое выражение это спарта во второй части миссии когда мы играем за феникса и каракса можно встретить местные аюрский энергетический напиток называется он пилон очутите золотой ливень заявляет нам реклама если честно я бы не рискнул на последнем уровне игры мы можем найти огромнейшего злого бруталиска подходите к нему вам не советую однозначно убьет в эпилоге же нас ждут три миссии и правда всего одна пасхалка последний пасхалка является замечательный гоблин из diablo 3 теперь мы точно знаем куда нас приведет гоблинский портал так что как оказалось гоблины у нас живут в пустоте и даже амун им не помеха ведь ему приплачивают за охрану отдельно я хочу рассказать про небольшую странность которую я заметил в далеком 1992 году вышла играть дюна 2 битва за аракис в этой игре нам рассказывали историю выживания трех противостоящих сторон на планете аракис там было три династии отрейдосы ордосы харконаны все они отличались цветом и своим поведением боя чему же я все это веду потому что есть определенное сходство между этими играми если говорить проще то кола и имеют синие глаза являются благородными гордыми и справедливыми как отрейдосы неразимы имеют зеленый цвет глаз предпочитают путь хитрости и скрытного убийства как ордосы ударимы же получили красные глаза мощь и фанатичную веру как арконаны такие вот дела ну а на этом все мои дорогие друзья могу лишь сказать что это все что я нашел на данный момент возможно я и упустил некоторые пасхалки но на то они секретные чтобы их было не так легко найти с вами же был как всегда дезертир всем удачи и пока пока